1996 год. Израиль празднует 3 миллениум Иерусалима. Городу царя Давида исполнилось 3000 лет. Впервые в истории Израиля были проведены прямые выборы премьер-министра. Главой правительства избран Беньямин Нетаньяху, одержавший победу над Шимоном Пересом. В Цахале начали искать самого храброго солдата в истории страны. Выбор пал на Арья Тепера, который провел 6 решающих сражений, изменивших ход войны за независимость. Пещера Хосманеев в районе Стены Плача была открыта для посещения. Это породило серьезные беспорядки и вооруженные столкновения с арабским населением, которая решила, что власти собираются подрыть фундамент мечети Алякса и разрушить ее. 1997 год. Всемирная сионистская организация отметила свое столетие. Она была создана по инициативе Теодора Герцля на Первом Всемирном сионистском конгрессе в 1897 году в Базеле. Во время церемонии открытия 15-й Макебиады под ногами делегации из Австралии рухнул мост через реку Еркон. Четыре австралийца погибли, многие получили ранения. Три крупнейших швейцарских банка под давлением общественности согласились нести на счет выживших жертв Холокоста 71 миллион долларов. Теперь из телефонных будок Израиля можно звонить по всему миру, достаточно купить специальную пластиковую карточку. 1998 год. К Нессетам утвержден закон об общественных парках, заповедниках, национальных объектах и памятниках. Государство Израиль отметило свой полувековой юбилей. Наряду с Григорианским введен еврейский календарь, начиная с 5759 года. По нему празднуют еврейские религиозные праздники, читают главы из Торы в синагогах, отмечают дни рождения и дни памяти умерших родственников. К Нессетам принят закон о запрете генетического вмешательства, искусственные изменения в клетках размножения, клонирования людей запрещены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok